Внимание всего мира к вопросу экологии в Сочи было привлечено во время подготовки и проведения игр. Из-за грандиозной стройки страдали зелёные насаждения, пришлось даже изменить русло реки Мзымта. Но городская администрация совместно с экологами постарались сделать всё, чтобы минимизировать ущерб природе, сохранить и даже приумножить зелёный наряд курорта. Так, взамен изноженных были построены новые очистные сооружения в центре Сочи, на Мацесте, Адлере и Красной Поляне, общая мощность которых составляет 255 тысяч кубометров в сутки. И выброс канализационных вод в море уже в прошлом. Кроме того, был решён вопрос со свалками и пробками. Но работать есть ещё над чем, говорит Анатолий Пахомов. Построены сегодня распределительные канализационные линии на Мамайке, на Бочарке. Но мы знаем, сколько ещё тех наших горожан, которые, имея своё домовладение или гостиницу, не подключились к централизованной сети. И всё это время пытаются сбрасывать по-старому, по ливнёвой канализации в море. Наносят огромный ущерб нашему городу, нашей экологии. Именно поэтому на сегодняшнюю экологическую конференцию были приглашены не только специалисты и представители власти, но и общественность. В ходе научно-практической конференции, которая пройдёт в течение двух дней, участники выступят с докладами о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы сохранить природное и историко-культурное наследие курорта, а также наметят реальные пути решения этих актуальных задач. Возникают риски, связанные с эксплуатацией большого вокзала, способного принять такое количество людей, аэропорт, дороги, стакады. И, безусловно, это надо не с позиции критики или с позиции опасности или форс-мажора, а с позиции нормального конструктивного разговора наметить программу по эксплуатации, по организации эксплуатации, обеспечивая безопасность. Воздух, вода, земля – основные вопросы экологического спокойствия наших жителей. Это очень важно. По результатам конференции будет сформирована программа развития Сочи как экологически безопасного курорта на 10-15 лет. Созданию устойчивой системы также будет способствовать и выпущенный сборник статей ведущих экологов. Книга появится во всех библиотеках города и учебных заведениях уже в ближайшее время.